И сейчас на связи со студией Дождя Отвод войск, вот с третьего раза, как сегодня только уже ленивый не написал в твиттере Что не слушают самого войска президента Путина и никак не могут отойти от границ с Украиной И отвод войск, и появление вот этого видео впечатляющего с Игорем Стрелковым-Геркиным главной роли В котором он следует на то, что почему-то представители местного населения То есть восточные украинцы сами не очень-то хотят воевать и разбирать оружие Которое он с таким трудом для них собирал, такие просто призывы, приходите и воюйте О чем это все может свидетельствовать? Как процитирую тоже комментарии, сообщения и к вот этому ролику обсуждения в соцсетях, в Фейсбуке в частности Такое впечатление, что немножко подсливают Донецкую Народную Республику Можно ли об этом сейчас говорить, как считаете? Да, я уронил даже телефон Действительно, слышно меня, да? Да, слышно Ощущение, что ее подсливают, оно началось давно, видимо на переговорах в Женеве Когда Лавров неожиданно согласился на все требования украинской и западных сторон О разоружении законоформирований, об отводе войск и так далее Потом Путин сказал, что он заинтересован в выборах президента Украины И тоже все подумали, что сливают И я тоже думаю, что сливают И давно думаю, что сливают И каждый раз, когда я это говорю, мне все говорят Но как же, а на следующий день, да, Стрелков переходит в наступление И все говорят, вот сливают, а он перешел И у меня гипотеза, которую я сегодня выдвигаю и готов ее громко выдвигать Что Стрелков сам переходит в наступление всегда Не получая на этот счет указания из Москвы То есть это уже его какая-то личная война Которая не зависит от того, сливает его Путин или нет Это может казаться таким наивным или фантастическим подходом Но, по крайней мере, он кое-что может объяснить Действительно, Стрелков, мы его уже представляем Его характер, его поведение, его душу Он такой, он фанатик Кто-то может его сравнить с Басаевым, кто-то с Че Геварой Но при этом, да, это вот такой полевой командир Который воюет, не дожидаясь приказа из Москвы То есть вот у меня гипотеза ровно такая Судьба Стрелкова это одна история Тут еще на кону-то судьба, в общем, целого региона Не маленького, прямо скажем Как вы полагаете, можно посмотреть на нынешнюю ситуацию В краткосрочной перспективе Вряд ли тут можно даже среднесрочную перспективу обрисовывать То есть получается, что уже нестабильность достаточно укоренилась Достаточно стабилизировалась в этом регионе Для того, чтобы некоторое время Можно было бы не вмешиваться в ситуацию со стороны России В то же время не перешагнул, не перехлестнул какие-то рамки Чтобы можно было говорить о полномасштабной гражданской войне Охватившей Украину Или какой-то еще анализ, скажем так Действительно, рамки же они достаточно простые Ограничены городом Славянском, городом Краматорском И маленьким районом в городе Донецке По сути, одним зданием в городе Донецке То есть война такая компактная Но при этом, если в Донецке действительно такой вечный митинг Постоянный, идущий уже два месяца И никого уже не удивляющий То в Славянске и Краматорске Хоть это и маленькие города, но война там реальная Там берут людей в плен, берут в заложники Убивают людей, либо в бою Либо даже в пытках Как убили депутаты местного горсовета рыбака В самом начале этих событий Поэтому, да, война маленькая Война компактная, но война настоящая И кровь настоящая Поэтому как раз эта кровь льется и будет литься Пока все не остановится А вопрос, как остановится Вот мы говорим, Россия, допустим, сольет этот протест Россия сольет, но люди, у которых автоматы в руках А насколько мы знаем В самом начале, после захвата ОВД Славянска Вот эти бойцы стрелков Раздавали автоматы просто буквально прохожим И вот эти прохожие с автоматами Им указание Москвы Указание Лаврова Я не думаю, что оно для них что-то серьезное значит Они будут либо сдаваться в плен Либо гибнуть Либо непонятно что Видимо, перспектива ровно такая Что люди планируют драться до конца Потому что если Ну вы понимаете, да, что Воевать против единства страны с оружием в руках Это такие очень серьезные тюремные сроки И люди в Славянске, Краматорске и отчасти Донецке Понимают, что у них выбор либо тюрьма, либо бой И поэтому как раз это такая, наверное, очень убедительная мотивация Олег, еще один вопрос задам Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов Вот несколько минут назад буквально стало известно Что обратился уже в Министерство юстиции С официальным письмом В котором просят изучить вопрос О причастности коммунистической партии К действиям, направленным на нарушение суверенитета И территориальной целостности страны Причем там речь может идти чуть ли не о запрете В перспективе КПУ, по крайней мере Как это излагается в жарких дебатах вокруг вопроса Насколько вообще можно говорить о том Что Компартия Украины как-то причастна Очень активно как-то участвовала И участвует, возможно, в этих событиях на востоке Украины Вот вы знаете, вообще никак Когда все начиналось, то есть еще до боев Когда ходили слухи о причастности к сепаратистским инициативам О причастности Ахметова, да, и партии регионов И семьи Януковича Но не коммунистов Коммунисты, извините, у них сейчас лозунг у Петра Симоненко Предвыборный лозунг «Крым наш», в смысле украинский Поэтому вряд ли Симоненко может иметь отношение к сепаратистам Скорее это просто вот желание Помните, как у нас Путин отменил выборы после Беслана Под предлогом борьбы с терроризмом Там же вот желание замочить коммунистов Которые как бы конкуренты ныне правящей группировки Замочить, пользуясь вот такой внезапно открывшейся перспективой И на самом деле тоже, вот я не могу назвать себя каким-то, например, врагом Украины Но меня поражает каждый раз, когда страна, находящаяся на грани распада И ее руководство совершает какие-то шаги, которые ведут к чему угодно, только не к единству Извините, запрещать компартию сейчас, да, когда и так Украина трещит по швам Это уже какая-то дарвиновская премия все-таки Вряд ли это самое насущное требование текущего момента Спасибо, Олег Олег Кашин, журналист Олег Кашин был на связи со студией Дождя из аэропорта Вин И еще раз напоминаю о публикации на сайте slon.ru Статья Олега Кашина называется «Из Крыма в Донбасс. Приключения Игоря Стрелкова» И Александра Бородает, наверное, самая обсуждаемая этим утром статья «Из Крыма в Донбасс»